Всем привет! Каждый день в нашем городе насыщен яркими событиями. О том, что скрасилось серые будни, расскажу вам я, Аурелия Осташкова. Начинаем наш выпуск. В КФУ стартовал Второй Всероссийский молодежный форум «Наука будущего. Наука молодых». Студенты берутся за спасение агропромышленности России. Данное начало фестиваля в УЗПРОМФЕС. В КФУ стартовал Второй Всероссийский молодежный форум «Наука будущего. Наука молодых». Что ожидает его участников, выясняла Аделя Мухамедшина. Форум «Наука будущего. Наука молодых» начал свою работу. В открытии мероприятия принял участие президент Республики Татарстан Рустам Мениханов. В этом году в рамках форума на площадке Казанского федерального университета пройдет ряд мероприятий и конференций, в которых примут участие ведущие и ученые со всех точек мира. Подготовлено так, чтобы у людей была свобода общения, чтобы была возможность выступить. Очень много интересных секций. И, кроме всего прочего, я еще отстаряю очень хорошую атмосферу. Каждому участнику предстоит связать все свои интересы с наукой и решить сложнейшие задачи. Выдающиеся проекты ждет заслуженная награда. К слову, Казанский университет уже готов представить на суд жюри сильнейшие проекты, которые смело могут претендовать на звание лучших. Мы подавали на новые проекты 5 мегагрантов по 220-му постановлению правительства. До сегодняшнего дня дошли 3. И сегодня будет рассмотрение этих проектов. Но мы будем надеяться, что в числе 40 победителей, надеюсь, мы тоже окажемся. На сегодняшний день действует. Мы дважды выигрывали уже по данному постановлению. Если в целом говорить о мегагрантах, то они разные, как Андрей Александрович сказал. Вот есть мегагрант, согласно постановлению 218-му, который способствует кооперации вузов с ведущими топовыми организациями. Вот поэтому 218-му у нас 9 мегагрант. Стоит отметить, что решение о проведении мероприятия во второй раз было принято еще в ходе первой международной научной конференции «Наука будущего». За несколько последних десятилетий это было первое научное событие подобного масштаба, которое посетили более тысячи ученых. По ее окончанию ведущие ученые выступили с инициативой привлечь к работе младых исследователей, которые еще только начинают свой путь в науке. Первая конференция была просто конференция «Наука будущего». Когда собирались мегагрантники, они обсуждали свои проблемы. Это было в Питере. Потом была проведена молодежная конференция в Севастополе в прошлом году. Тоже первая молодежная. А вот сейчас обе эти конференции вместе проводятся на базе Канадского университета. Конечно, это совсем другой разрез, совсем другой вид, совсем другой environment. Вот эта конференция, это другая встреча такая интересная. Сложно переоценить значение Казанского университета для проведения научного форума. Именно здесь студенты получат свой первый опыт работы с известными исследователями. Чтобы добиться необходимого результата, юному ученому необходимо освоить целый ряд научных сфер. Ведь наука взаимосвязана, и это факт. Аделя Мухаммедшина, Руслан Уразаев, Универньюз. В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с учеными-получателями мегагрантов. Во встрече принял участие один из ведущих мировых ученых, руководитель НИЛ нейробиологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Рустам Хазипов. Рустам Хазипов, ученый Казанского федерального университета, ведущий научный сотрудник, доктор наук, возглавляет виртуальную лабораторию Open Lab нейробиологии и лабораторию нейробиологии в Институте нейробиологии Средиземноморья, Франция, город Марсель. Именно он оказался рядом с президентом Владимиром Путиным за одним столом на встрече с учеными-получателями мегагрантов 19 сентября. Ученые с мировыми именами возвращаются в Россию, продвигая отечественную науку и используя при этом свои связи и наработки. Мегагранты для науки продолжатся и дальше, заверил президент Владимир Путин. Коснулись темы более стабильной формы финансирования науки, нежели гранты. Президент и здесь проявил понимание вопроса. Рустам Хазипов и его молодые коллеги, студенты, аспиранты и ученые Казанского университета добились впечатляющих результатов в своих исследованиях, полностью оправдав полученное финансирование. Очевидно, что с президентом России на приеме в Кремле не оказывается случайно, и Рустам Хазипов в данном случае представил Казанский федеральный университет. Напомню, что в 2010 году решением правительства России Казанский государственный университет был преобразован в КФУ с присоединением шести вузов Татарстана. Возглавил университет в апреле 2010 года ректор Ильшат Гафоров. Рустам Хазипов начал свою работу в Казанском федеральном университете в 2011 году. Благодаря выигранным мегагрантам его лаборатория по нейробиологии была одной из первых и наиболее успешных в Казанском федеральном университете. Пришло время самых ярких новостей Рунета в эфире рубрика. Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился в Кремле с учеными-получателями мегагрантов. Во встрече принял участие один из ведущих мировых ученых, руководитель научно-исследовательской лаборатории нейробиологии КФУ Рустам Хазипов. Рубин потерпел разгромное поражение от Зенита. В Петербурге казанцы получили урок хорошего футбола питерцев, которые победили за счетом 4-1. Более 113 тысяч нижнекамцев планируется привить от гриппа. Это позволит не допустить развития опасной эпидемии. Вакцины полностью совместимы с лекарствами при хронических заболеваниях. С 22 сентября в кинотеатре «Мир» в рамках фестиваля «Искан» в Казань стартует картина голландского режиссера Пола Верховена. Фильм под названием «Она». Первый день показ картины пройдет с обсуждением. Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций КФУ посетил Марат Муратов. Человек, долгое время курировавший работу СМИ в Татарстане. Как изменился подход к обучению журналистов, рассказали ректор КФУ Ильшат Кафуров и директор высшей школы Леонид Толчинский. Еще 8 перекрестков Казани оборудуют умными светофорами от Сваровски. Улицы, где регулировать движение будут автоматически, выбирались по принципу самых аварийных и с низкой пропускной способностью. Яндекс.Такси и КАМАЗ создают беспилотное такси. Сеть беспилотного транспорта с технологией интеллектуального распределения заказов запустят в Москве. Железнодорожный вокзал «Казань-1» признан самым безопасным в России. По мнению авторитетных экспертов, объект полностью соответствует нормам транспортной безопасности. Молодые, талантливые и с огромным потенциалом студенты технических вузов России приехали в Казань. Цель каждого – это создать робота, который сможет помочь сельскому хозяйству страны. Подробности смотрите далее. В этом зале на открытии Всероссийского межвузовского фестиваля технической молодежи в Успромфест собрались талантливые студенты России. В этом году их цель – во время фестиваля спроектировать и создать устройства, которые улучшат работу сельского хозяйства. Проблема использования импортной техники для сельского хозяйства – одна из первых, над которой необходимо работать. Эксперты признаются, важно развивать сельское хозяйство с отечественными приборами – беспилотниками, роботами. Совместно с экспертами агропромышленности студенты инженерных, экономических и дизайнерских направлений попытаются решить эту проблему. Здесь своя выгода как для студентов, так и для организаторов. Вместе со студентами в команде работает один научный руководитель, он же является и работодателем. Лучших берут на работу в престижные научные центры, а победители фестиваля получают крупные денежные призы. Проводили также конкурс еще на форуме, аналогичный, который сегодня открылся здесь в Казани. Было 540 претендентов, 50 из которых приехали на финальный тур. И 11 из них получили гранты от фонда поддержки по 2 миллиона рублей. Первый отборочный тур фестиваля пройдет 22 и 23 сентября. Диана Интимирова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На сегодня это все. Всегда будь теми с Универньюз. Пока! В рамках научного молодежного форума «Наука будущего. Наука молодых» прошла выставка ведущих вузов Татарстана. О том, как привлечь внимание молодых людей к науке и на какие хитрости идут ученые, смотрите далее. На выставке «Научная молодежь» Республики Татарстан молодые ученые ведущих казанских вузов представили свои разработки и проекты. Так, Ибрагим Батридинов, студент Казанского медицинского университета, занялся продвижением симуляционных технологий в медицинском образовании. Ибрагим пришел с друзьями и будущими коллегами, чтобы рассказать студентам и молодым специалистам о том, как модернизируются медицины и какие существуют новшества. Например, я стоматолог. Естественно, каждый хочет попасть на прием к опытному специалисту, а чтобы студент стал таковым, чтобы он отработал свои мануальные навыки, ему нужно тренироваться. И мы разработали фантом и денталь-галярные модели, на которых тренируются студенты. Главная наша фишка – это импортозамещение. Всегда закупались из-за рубежа. Мы разработали свои, наладили производство, и студенты спокойно учатся, отрабатывают свои навыки. В современном мире существует проблема популяризации науки. Ученые задаются вопросом, как же привлечь внимание молодежи к науке. Ответ всегда один – следить за трендами общества. А это короткие интересные научные видео, лекции экспертов о науке простым и доступным языком. Главное – подать материал коротко, ярко и динамично. Подробнее о том, как привлечь внимание людей к науке и какие для этого существуют хитрости, расскажут редакторы известных научных журналов и медиапорталов в наших следующих сюжетах. Анастасия Иванова, Руслан Ирозаев, Универниус. Высшая школа журналистики и телекоммуникаций в новом учебном году запускает цикл мастер-классов, читать которые будут профессиональные журналисты-пиар-специалисты. О старте регулярных творческих встреч на следующий репортаж. Первый сеанс одновременных мастер-классов стартовал в стенах Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ. Перед студентами выступили специалисты в сфере развлекательных медиа, парламентской и татарской журналистики. Целью данного цикла является максимальное погружение студентов в журналистское дело. До начала мы побывали на мастер-классах Резиды Макуева и Феликса Сандалова, чтобы узнать у спикеров, какую именно идею они хотят донести до студентов КФУ. Поскольку я руковожу пресс-службой Государственной Советы Республики Татарстан, в первую очередь я хотела бы рассказать ребятам, которые пришли сегодня на эту лекцию или мастер-класс, о том, чем занимается Государственный Совет Республики, чем занимаются депутаты, как они избираются. Провести такой небольшой обучающий семинар о том, что такое парламент. У меня довольно простая идея. Она состоит из двух частей. Я буду рассказывать про новые медиа и новые форматы, которые они с собой принесли. С одной стороны, будем разбирать те плюсы, которые есть в этих форматах и которые действительно облегчают жизнь журналистскому коллективу. С другой стороны, о тех минусах, скорее, социального характера. Общение с профессионалами продлилось полтора часа. Будущих акул пера и пиара интересовали многие аспекты деятельности. От юридических моментов до курьезных случаев из практики. В свою очередь, воодушевленные студенты школы журналистики высказали пожелания о том, каких спикеров они желают видеть в последующих мастер-классах. Я бы хотел встретиться с Максимом Шурафудиновым, потому что, мне кажется, это более-менее реально. Человек из Казани и достиг таких успехов в телевидении, добрался до первого канала и теперь является ведущим. Я бы хотела услышать мастер-класс от Владимира Познера, потому что он очень хорошо проводит интервью, а этот жанр меня интересует. И я бы хотела узнать, как именно он так аккуратно и тактично на такие щепетильные вопросы на этот ответ. Знаешь, хотел бы увидеть Познера. Вот там, к яйцом к лицу. Был уже на его мастер-классе, но большой зал, понимаешь, много людей. А вот так с Познером сесть и один на один поговорить, было бы очень интересно. Айдар Ганеев, Ленар Довлетяров, Юниверньюз. Редактор субтитров А.Семкин